Узбекистан затекавленный у промысловой кооперации с Гомельской областью в разных Галинах. Делегация этой краины началась надзвучайным и полномосным послом Узбекистана в Беларуси Насержаном Юсуповым наведала гомельские предприемства. Об уражениях гостей и новых планах сюжет Марины Джалой. Товарооборот нашего региона с этой краиной за 9 месяцев перевысил 7 миллионов долларов. Темп росту до аналогичного летнего периода – свыше 135%. Товары в Узбекистан поставляют каля 30 гомельских предприемств. И наэкспортуют пиломатериалы, полиэфирные нитки, нетканые синтетичные материалы, метизы, шпалерную паперу, комбайны. Предприятие Гомсельмаш – это известное предприятие. Действительно, оно не может не производить впечатления. Целая линейка этих комбайнов. Это сельскохозяйственные техники, которые востребованы в Узбекистане. И вот мы с руководством завода обсуждали вопросы производства на условиях промышленной кооперации в Узбекистане. Я думаю, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы уже будут более существенные результаты. И мы в Узбекистане тоже будем производить эту продукцию. И наши фермеры будут с удовольствием покупать эту продукцию. На сержан Юсупа у Гомеле – в другой раз. Некольки месяцев тому был тут с узбекскими предпринимальниками. Узгадывая, что визит отримался цикавым и перспективным. Уражение и на этот раз – самое доброе. Наша сдымочная бригада разом с послом прошлася по предприемстве «Спартак». А наприконцы мы испыталися об новых суместных проектах, которые могут объеднать две краины. Я знаю, что Беларусь славится не только своими промышленными предприятиями, промышленными изделиями. Вот сейчас вот мы только вернулись с Гомсельмаша. Но и своей пищевой индустрией – это молочная, мясная промышленность, кондитерская промышленность. Ну, действительно замечательные предприятия, современные предприятия. Вот. Великолепная продукция. И я бы очень хотел, чтобы эта продукция более широко была представлена в Узбекистане. И с тем, чтобы не только мы отсюда вывозили эту продукцию, но и чтобы производили в Узбекистане аналогичную продукцию с помощью этой знаменитой кондитерской фабрики «Спартак». На «Спартаку» працует две тысячи человек. Что год предприемство выпускает омаль 25 тысяч тонн продукции. Распрацовано свыше 320 яена именев. Постоянно з'являются кондитерские новинки. Только сёли-то покупники познайомились с больше, как трыма десятками новых выработков. Три месяца тому на фабрице запустили линию по выпуску глазурованных вафельных батончиков и цукерок. Зараз линия працует на полную могутность. 16% солодкой продукции экспортуется в основном в Россию и Украину. Для того же тут вельми серьезно займаются поширением географии экспорта. Более 20 стран во всех регионах мира покупают нашу продукцию. За последнее время мы активно подключаем такие страны, как Китай, Монголия, Канада. Активно ведем поиск и всевозможные направления в экзотических странах. Это Кипр. То есть уже мы выходим на более серьезные рубежи. То есть сроки хранения нашей продукции позволяют продавать продукцию на экспорт в дальние страны. То есть в этом смысле мы работаем активно, выполняем все поручения правительства и президента. Фирменная сетка «Спартака» – это около двух десятков магазинов по всей Беларуси. Из них шесть – в Гомеле. Селета два новые открыли в Бабруйску, зараз будуют в Гродне. Марина Джала, Євген Макеенко, Тель Радо, компанія «Гомель».